Всем привет! Меня зовут Ольга Тигина, и я приехала в Пермь, чтобы познакомить вас с легендой женского футбола. Шестикратная чемпионка России, обладательница Кубка России и финалистка Лиги Чемпионов Олеся Курочкина. Вот, кстати, она. Олеся, привет! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласилась провести с нами целый день, показать свою жизнь нам и зрителям. Долго ли вообще думала, соглашаться или нет вообще? И было ли желание подсняться с нами? Ну, конечно, сразу. Я вижу, что ты с портфелем, мы прямо сейчас вместе с тобой едем на тренировку, правильно? Да. Отлично, тогда не будем задерживать, пошли. Добираешься до тренировочной базы, вот всегда на автобусе или какие-то еще другие варианты? Нет, у меня как бы машина, просто она сейчас на ТО, и приходится вот ездить на автобусе. Сколько вы должны приехать до тренировки на базу? За час мы должны быть в раздевалке. То есть мы сейчас за час едем? Да. Вот вы приехали за час, что дальше происходит? Переодеваемся, кому на процедуры, кому там растираться, кто-то в тренажерный зал. А чем ты обыкнешься сгибать? Я гадаю красоты. Ну все, тогда Даша нам тоже погадает. Мы подходим к стадиону, и здесь можно увидеть сразу афишу матчей. Прикольный тот факт, что здесь они вырезают чисто дату и меняют эмблемки команды. Зато Олеся всегда на обложке, посмотрите, пожалуйста. Вот наша краткая история. Победы, победы, еще раз победы. Тут у нас начинается зал славы. Все звезды, звездочки. Очень прикольно оформленный вот этот коридор. Здесь все под звезду построено. Чуть дальше под Амкар. Вы как-то соприкасаетесь с этой командой или нет? Ну, пересекаемся, конечно, здороваемся. Там, можем какие-то матчи обсудить. Какие-то советы? Ну, если только я им. Пароходим. Не стесняемся. Увидел тут очень милейшего тигреночка с шарфом звезды. Это ваш талисман? Да, в 2007-м его посадили к нам. И все, мы стали его с собой возьмить. Теперь он с вами сидит. Да. Пойдем еще что-нибудь покажешь. Там тренажерный зал ваш. Пойдемте. Вот этот наш тренажерный зал. Мы приходим сюда либо разминаться, либо у нас, ну, как бы, комплекс здесь. Вот девчонки уже пришли разминать. Это, получается, два часа до тренировки они уже тут... Нет, это про финализм, представляешь? Это наш медицинский кабинет. Здесь мы лечимся, восстанавливаемся. Наш доктор. Я сейчас спрашивала у Олеся, что за эликсир такой, бесконечная там молодость, чтобы постоянно играть на высоком уровне. Вот что вы делаете, рассказываете? Тренировочный процесс, девочки молодцы у нас. А, чисто вот тренировочный? А восстановление как обычно проходит? Вот там массажер делаете или может какие-нибудь токи или что-то там, бочки? Аппаратно все делаем. Ультравлук, магнит. Это аппарат для проведения геймбра. Где хочешь, мы ждем конечность. Олесь, ты сама чем-то пользуешься? Я стараюсь, да. Сюда не заходить. Сама здоровая, она правильное дело. Не притягиваю к себе. А, ну пойдем тогда скорее отсюда. Как Кроссворд тебе помогает настроиться на тренировку? Как он помогает в игре? Успокаивает. А, да? Да, иногда вот это, и вроде начинаешь отгадывать, такой в эфориде, я все знаю. Я думаю, это как сосредотачиваешься, да, так внимание. Да, и в то же время отгадываешь, и мозг работает. Это я, солнышко, включил. Скажи, сразу ли появилось желание у тебя играть в нападение, или как-то тренеров тебе раскрыло такое левое чутье? Вы не поверите, но я начинала вообще с вратаря. Не, я когда пришла вообще вот в 95-м году, я начинала с вратаря, ну, наверное, это из-за роста. То есть я была, ну, повыше других девчонок, и вот одновременно все равно я в поле, то есть защитник. Потом уже вот, наверное, когда в Чертаново, крайний полузащитник атакующий, и вот в 2005-м, наверное, вот в Ногинске уже как-то вот прямо целенаправленные, только центральные нападающие. Так, в прошлом сезоне у тебя было 15 мячей, сейчас 9, ну, и в целом более 200 ты забивала. Вот это как-то голевое чутье, действительно, учитывая, что до этого там вратарема была, да, защитником, и как-то постепенно, получается, к нападению пришла. Вот как ты понимаешь, в какой момент где нужно быть? Это же тоже такой навык. Ну да, это, наверное, какое-то вот чутье нападающего, что ли, чутье бомбардир. У меня были очень хорошие учителя, то есть я играла, ну, с довольно, ну, можно их тоже, наверное, назвать великими нападающими. Ну, то есть это Наталья Барбашина, Ольга Летюшова, Анна Костроба, и я у них все вот это, как бы, наверное, брала, училась, и вот. Это вот больше за счет опыта? Ты просто уже знаешь, где этот мяч будет, или вот как чувствуешь, как на поле? Наверное, и то, и то. Как бы ты предугадываешь, и в то же время чуть-чуть размышляешь, а вдруг что, и делаешь какие-то корректировки, ну, это доля секунда, и вот, ну, все равно оказываешься в том месте, в то время. А как бы ты себя охарактеризовала? Моторный нападающий таранного типа. Королева второго, третьего этажа. А самые сильные качества на поле какие? Ну, я считаю, игра главовой. А самые сильные качества в жизни? Честность, наверное. Хорош, Аленка! Ксюша, отнимай! Ты заделась? Да, валю. А потому что повнимательнее, Валентина надо. Все, молодцы, девчули! Обязательный розыгрыш, футболочки, звезды. Все, что вам нужно сделать, Олец, рассказывай. Это указать в комментариях точное количество секунд, за которые забило самый быстрый гол. Пишите в комментариях ровное количество секунд и миллисекундочек, и мы вот между вами, между теми, кто правильно это напишет, разыграем такую прекрасную футболку. Тренировка закончилась, девчонки пошли в раздевалку переодеваться, а мы подождем Олесю и пойдем на обед. А что ты обычно ешь? Какое любимое блюдо? Ну, я как бы всеядная, но в последнее время почему-то вот не перешла, наверное, как-то вот мне в предпочтение идет свинина. А гарнир, наверное, либо гречка, либо рис. А есть ли вообще какая-то диета? Может быть, ты соблюдаешь какое-то описание? Ну, не то чтобы, знаешь, для похудения диета, а просто какой-то режим, может, правильное питание? Нет-нет, наверное, только вот, может, в игровой, в предыгровой день. А если говорить про команду? Не, я думаю, что тоже никто не ограничивается, все все кушают. Может, у кого-то, конечно, там есть это, ну, как бы этого не видно. Ну, что, мы покушали вкусно, Олеся потренировалась. Самое время пройтись по любым местам, погуляем по Перми, и ты нам покажешь, где обычно проводишь свое свободное время. Ну что, погнали? Погнали. Чем ты обычно развлекаешь себя в Перми? Ну, я больше по природе, то есть я вот езжу подальше от Перми. А, вот так? Ну, больше, да. То есть тебе нравятся загороды? Природа, да, я не знаю, почему. То есть я была там на Устинских столбах, чертов палец там, озера. Зимой я катаюсь на горных лыжах. Есть здесь первый край Губаха, то есть горнолыжный вот курорт, там база, и там написано «Счастье в горах». Одно счастье в Перми, представляете? Вот тут написано не за горами, а там в горах. Разрешено ли вам вообще в контракте вот такие виды спорта? Это же, наверное, более как экстремальный считается или нет? Категорически не запрещено. То есть ты сам все равно знаешь, что это иногда может быть, ну, мы не знаем, что сейчас, да, вот спустимся по лестнице, и не дай бог. Поэтому нет, себя все равно контролируешь. Первый твой профессиональный клуб был Чертанова. Вот можешь вспомнить, как это было? Я приехал после школы, тренер, завел в раздевалку, представил, но все равно уже мы приезжали в Манеж, то есть в своей другой команде, и все равно девчонки визуально примерно знали, кто я, что я, и вот он представил. То есть в целом ты была знакома уже с командой? Вот это насколько правдиво, неправдиво? Нет, это все правда. Как это произошло? Я играл в Чертаново, нас просто отдали в аренду. Это аренда была? Это была аренда на Лигу чемпионов. Мы съездили в Беларусь, отыграли там групповой, мы их вывели в одну четвертую, если не ошибаюсь. И там уже играли Брандбю, то есть для них это было очень круто. И они нас пригласили к себе потом в Азербайджан, и мы вот посещали там лучший ресторан Азербайджана, Баку. А можешь вот как-то передать какие-то эмоции? Как это? После того, как мы вышли, мы с этими командами были на банкете. То есть мы с гречанками танцевали в Сиртаке, швейцарке с нами почему-то фоткались, мы для них какие-то были. Да, может у них не особо профессиональный клуб, а мы тут такие все звезды. Но мы на одну игру съездили в Данию, мне кажется, 9-0 попали. Если бы, допустим, наверное, прошли бы в полфинал, я думаю, продлили бы дальше аренду. А так как бы вылетели, ну и все, мы вернулись в Чертаново. Получается, кроме клуба Азербайджана, ты вот всю свою карьеру провела в России? Да. А можешь вот объяснить как-то почему? Не было хороших предложений, или это твоя какая-то позиция, или тебе просто вот нравится в России играть? Не, ну одно предложение было, но говорили, что Леон мной интересовался. Когда мы вот играли с ними в 10-м, что ли, году. Но конкретики, получается, не было. Нет, нет, нет. Просто вот как-то по слухам слышала, что вот после того, как мы с ними сыграли, какой-то интерес во мне у них был. Я, наверное, скажу так, что, допустим, попав в «Звезду 2005», я считала, что, ну как бы я и сейчас считаю, что это лучший клуб Европы. Зачем мне куда-то уезжать отсюда, ну, если я играю в лучшем клубе Европы? И я, как бы, если честно, вообще патриот своей страны. Мы подходим ко второму символу Перми, это мишка. И я так поняла, их много же, да, по Перми? Это не вот один вот здесь стоит. Ну, по Перми, конечно, много. Еще говорят же, что в Перми они ходят. На каждой улице, да. Я, да. Допустим, если брать вот эту, то можно посмотреть, что у него уже нос и лапка золотые. Говорят, что надо ему нашептать в ушко желание потереть нос или лапку. Ну, пойдем, так и сделаем. Пускай это видео вас прет 1 миллион. Во, здорово. 1 миллион в вас. Пойдем, там еще есть одно место, Пермяк с оленой уши. Звучит интересно, пойдем посмотрим. В дальние времена, когда тут добывали соль, ну, ее и сейчас добывают. Мужики брали на плечи мешки с солью и тащили на баржу. То есть, получалось, что тут где-то здесь, в районе уши, оно натиралось, то есть уши опухали, краснели и вот были большими. В целом, у меня, кстати, свои тоже уходы, так что нормально как раз будет. Есть ли еще какие-нибудь интересные места в Пермине? Ой, я, кстати, смотрела тут недавно фильм «Ночь в музее». Можно, кстати, в музей сходить. Музей первых фиг древностей. Да, конечно, давай сходим, посмотрим. А на это нельзя залезть, как на медведь. Финал Лиги Чемпионов. Вернее, Кубка Уэфана тут номер. Что ты чувствовала тогда? Когда приехали туда, просто 28 тысяч зрителей, вот эти барабаны, вот это гудеж и это, и ты понимаешь, офигеть. Раньше ты это видел только по телевизору, а сейчас ты здесь, и это все связано с тобой, с твоей командой. То есть, на тебя смотрят, ну там, миллионы. А если вспомнить именно твою карьеру в сборной, вот как ее можешь оценить? Достойно. Не, я попала в 2005 году в сборную. Мы принимали на стадионе Стрельцова, тогда торпеда, ЗИЛ что ли. У меня папа как бы работал на ЗИЛе. Грубо говоря, моя там карьера там с пятилетнего возраста проходила там, на этом стадионе. И то есть, я играю здесь за сборную России. Пришла мама, которая, ну, как бы особо не разбирается в футболе, но... Но безумно гордится. Да, через 4 года я попадаю на чемпионат Европы. То есть, это тоже как бы событие, что, ну, за короткий строк ты в обойме сборной, ты основной нападающий. И когда ты выходишь и забиваешь еще гол сборной Англии, которая потом играет в финале, ну, это вот круто. За счет чего тебе удается так долго играть на высоком уровне? В чем секрет этой вечной молодости? Любовь к этому виду спорта, к футболу и, возможно, то, что что-то недоделано. Не все сделано, чего хотелось бы, начиная свою карьеру. А какие советы ты бы дала молодежи сейчас, молодым игрокам? Наверное, никогда не сдаваться, идти вперед, и даже если ты упал, поднимайся и иди. Если ты взялся за это дело, доводи его до конца. После прогулки достаточно замерзли, и Олеся согласилась спустить нас погреться, угостить чаем небольшим. И провести мини-экскурсию по ее квартире. С одной экскурсии на вторую экскурсию. Кто это нас вот встречает? Кто это встречает? Мишелька, Мишелька. Какая милашка. Да. Кто это? Привет. Ты меня пустишь в гости? Отвернулась мне как-то не очень. Да, да, да. Все, я к нам сейчас решу. Слушай, я вот сразу замечаю очень много книг. Посоветую нашим зрителям какую-то книгу, которая тебе вот запала или которая не видела. Если честно, в школе не прочитала. Мы прочитала ее сейчас, Мастера и Маргарита. Всегда пугали, что это за книга, это вообще непонятно. Я прочитала, для меня это сейчас вот просто колдовская комедия, что ли. Я здесь с тобой вообще полностью соглашусь, что уже, кстати, советую. Так что, ребят, кто не читал, обязательно это сделайте. А в целом, вот кроме книг, чем ты еще занимаешься в свое свободное время дома? Играю в Дэнди. В Дэнди? Серьезно? Покажи. Смотри, чтобы в тебя не стреляли. Все, я понял. Штаб, штаб! Ладно, я не шарю пока, видите, я не на опыте. Это надо подольше посидеть, поиграть, чтобы выигрывать, начать. Алис скажет, у меня партнер не очень был просто. Нельзя не обратить внимание на то, что у тебя много индивидуальных наград здесь выставлено. Можешь немножечко рассказать про каждую? Это вот Майкоп, финал кубка. Я забил там единственный гол. Мы выиграли, и вот я получил лучшего игрока того матча. Второе. Это у нас каждый год в Перми проходит элита Пермского края. Элита? Да. О, ничего себе. То есть там в спортивных достижениях, в других это, и вот. Ты элита, я поняла. Элита Пермского края просто. Это от Суперлиги я получил лучшего нападающего. Символическая сборная, я вижу. Да. А дарили машину когда-нибудь, что ли? Нет. Нет? Самый крутой приз, который тебе дарили за лучшего игрока. Вот для меня очень ценные вот эти статуэтки все разные, да. Я слышала, что за лучший гол тебе от Мегафона и Суперлиги подарили безлимит на сотовую связь на 5 лет, да? Правильно? Да. Покажешь вот этот приз? Он есть как-то? Та-да! Прошло, кстати, 5 лет? Нет еще? То есть до сих пор бесплатно пользуешься? Реально? Круто. Ну-ка, лежать, лежать, лежать. Как Миша лежит? Лежать. Ой, умница. А танцевать Миша будет? Танцевать. Ой, какая умница. И последний разочек, моя красавица. А теперь поиграем с тобой, да. Все, кручу-верчу, запутать хочу. В какой ручке? Точно? Тут, да? Какая молодец. Браво, браво, браво. Браво, тут все аплодируют, аплодируют. Кончили аплодируют. Олеся сгостеприимничала и это, как это называется? По секунчике. По секунчике, это вот термский какой-то, ну не символ, а традиционное блюдо. Наверное, может, одно из национальных блюд, да. Я сейчас попробую. Все, теперь ты точно побывала в Перми. Мишки. Тоже наверняка не просто так. Это как-то связано или тебе просто нравится Мишки? Нет, во-первых, это, ну, как я уже и говорил, что это символ Перми. Он и на гербе города Перми. А это наши болельщики. На день рождения каждому игроку на тот момент дарили вот такие. Болельщики вообще красавцы. Да, они каждый год вот что-то придумывают и дарят. Давай представим, что ты выиграла чемпионат мира или Лигу чемпионов, или стала заслуженным мастером спорта. Что после футбола? Ты уже об этом думала, чем ты будешь заниматься? У меня образование, то есть я либо учитель, ну, то есть учитель физкультуры или тренер. Есть какое-то расположение к этому виду деятельности? Откликаешь? Мне кажется, да. А как вот это получится, не получится? Просто иногда говорят, что хороший игрок не всегда хороший тренер. И наоборот. Да, конечно. Но я люблю учиться, поэтому если понадобится, я переучусь. Окей. Ну что, спасибо тебе большое за это интервью. Это уютное интервью, за твое гостеприимство, за то, что разрешила нам провести с тобой этот день. Надеемся, что зрителям понравилось, что тебе понравилось это присутствие тоже. Не забывайте писать комментарии под этим видосом, участвовать в конкурсе на розыгрыш футболки. Ставить большие пальцы вверх, если вам, конечно, понравилось. И подписываться на наш канал, ну и на Олесю, естественно, тоже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok